Добрый день, друзья! В эфире Медиаметрикс проект Мимонод. Сегодня беседуем мы, это Олег Дружбинский и Билли Додалев, с гостем, которого представит на самом деле его старинный товарищ, мой нынешний сведущий сегодняшний, Олег Дружбинский. Спасибо, друзья, что вы сегодня с нами, но с нами сегодня Эдуард Багиров. Вы знаете, его можно, конечно, представлять. Когда-то давным-давно вся Москва была уставлена билбордами со словами «гастарбайтер» и его профилем. И все ходили, озираясь, думали, что случилось. Подоехали тут. Подоехали тут, да. А потом мы как раз в это время давнее уже, это, наверное, сколько было лет? Это был седьмой год, уже второй десяток. Уже второй десяток пошёл, да, мы познакомились. И много интересного… А потом мы познакомились ещё раньше, да. Году в пятую, в четвёртую. Да, но много интересного произошло с тех времён. Краткий экскурс в историю я, пожалуй, проводить не буду, потому что он будет такой краткий, что мы не успеем за все эфиры. Что для тебя с той поры изменилось? Ну, если коротко. Сильнейшим абсолютно образом. То есть, вообрази, ты сидишь себе в интернете, приходят какие-то люди, вытаскивают тебя из рукава и сделают федеральную известность тебе. То есть, ты висишь на столбах, не с того ни с сего. А тебе там что-то говорят, всякие мнения твои интересуются, спрашивают, всякие журналисты всё время заводят, пишут, крутят мозги. Там проблемы всяких анальных карликов, альбиносов, всякие малаховые и всякие вот... Так, 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 так. Ну, как бы, даже у человека с довольно крепкими нервами, каким, безусловно, являюсь я, это и то было тяжёлое очень испытание. То есть, вот просто вообрази себе, что я за этот десяток лет прошёл. То есть, был момент, когда крыша сорвало, ну вот честно. Ну, конечно, её рвало перманентно, неоднократно, тысячу раз. В чём проявлялось? Ой, только что на людей не бросалось. Ну, просто убрать лица. Что тут, это же, это жесть какая-то чудовищная. Конечно, на мою личность это какое-то время довольно долго действовало абсолютно деструктивно. Я уж молчу там про все остальное. Вот, и как бы, ну, слава богу, мне уже пятый десяток. Я уже обтёрся, и теперь могу себя хотя бы нормально чувствовать какое-то время. То есть, сейчас ты уже спокоен, и ты вот уверен. Это именно вот наступил этот бриллиантовый возраст, когда уже за 40 началось. Когда уже получаешь удовольствие от каждого прожитого дня, когда никакой суеты, дёрганий и каких-то там несростов с собой, каких-то поисков внутренних, ещё какой-то херни и прочее вот это вот настоящее с рефлексиями. Всё, отвалилось. Я просто получаю удовольствие от каждого прожитого дня. Вот за этот период прохождения этапа медных труб полностью растерялись друзья и знакомые, скажем так, до прорывной пары, или кто-то остался из той эпохи? Или полностью сменился? Ну, почти нет, почти нет, конечно, потому что я тысячу раз изменился за эти 10 лет, плюс ещё вот этот формат, который мне придала вот эта вот та итерация, о которой мы сейчас говорили, нет, конечно, никого не осталось. Остались только мои друзья по старому моему литературному проекту, самому главному делу в моей жизни. Они все до единого остались, никто никуда не ушёл. А погласите, пожалуйста, весь список, как по одному стилю упарилось. Я не могу никого там оглашать, потому что и так кто там есть, они друг друга все знают, безусловно, а по фамилии сейчас чего? Да, понятно, то есть та самая тусовка, назовём так, литпрома, это не тусовка, это живой организм. Ребята, которые там со мной в редакции, литпром открылся в 2002 году, в ноябре. Подавляющее большинство части редакции сидит там с того дня, всё время, все эти почти 20 лет, и никогда ни одного раза, ни один из них не попросил ничего для себя. Всё это всегда работало совершенно бесплатно. То есть это такое волонтёрство, на самом деле. Это да, это литературное волонтёрство, это подвижничество. Мы сами платим за всё, то есть мы там помогаем людям эти вот уже там 20 лет, сколько этих писателей. Я помню в декабре, расскажу забавную историю, в декабре 2004 года, ужасно далёкого сейчас, притащился к нам какой-то поэтишка и начал чего-то писать, стишки там, публиковать. Ну ничего, не бесталанный парень, мы начали его публиковать, конечно, и вот он, а у нас там форум был, помимо, собственно, сайта. И вот как-то раз он в него залез и чего-то там нахамил тогдашнему главреду. Он был недолго тот главред, но он, в общем, был. Тот, а я был замуж главреда первым. И этот мне написал, я бы сейчас этого чувака выкинул нахер с сайта. Я говорю, не, не надо, потому что это, ну, бишь, не бесталанный чувак. Короче, я его отбивал, наверное, неделю. Сейчас речь идёт о главреду, кто был Сергей Бедаев, а этот поэтишка, неизвестный тогда никому совершенно, был сейчас ныне известный Андрей Орлуша. Вот оно как. У меня огромный опыт литературного менеджмента и таких фамилий, и таких историй, которые я сейчас рассказал, их миллион, два, три, десять. Огромное количество благодаря нам стало писателями. Вот я делал такой проект, Мулин Рушин назывался, политический ротический глянец. Тогда Быков писал. Да, и Дмитрий Львович Быков. А Михаил Леонтьевич туда не писал? Писал обязательно. Он работал в Ордионове тогда. Он был обязан писать в Ордове. Владимир Леонтьев мой один из ближайших, дорожайших друзей. Да? Да. Поговорим о нём тогда. Я его очень люблю. О нём тоже поговорим. Я Карлуша просто подвожу. И Быков, когда представлял на страницах издания Орлова, он назвал его самым интересным поэтом «Земли русский» из ныне действующих. Быков любит такого рода эпитет, потому что Быков вообще человек пустой. Ох, вот. Так, значит, я хотел как раз задать вопрос о Быкове. Вот я хочу заявить впервые в эфире, что я Дмитрию Быкову морду разобью при встрече. То есть, лучше не попадаться. Это надо встать в очередь большую. Я уже записаться в Уэлдон-Кузы-Клапках. Я в очередях не стою. Вот при встрече я расшибу ему морду просто его жирную. И он отлично знает, за что. Недавно, 8 марта, погибла одна из моих любимых женщин всей моей жизни, поэтесса Лолу Льдова, небезызвестная. Эта свинья написала о ней рецензию с какого-то хрена, абсолютно пренебрежительного характера в эту новую газету. Просралось аж целой, блять, статьей. Ой, простите, Эрм. Нет, это нормативный. И этот Дмитрий Быков написал о ней статью. Мало того, что он в шестом году брал у меня интервью. Это не Кронт был. То есть, он писал, уже понимаешь, что... Мало того, что этот подлец, я в шестом году брал интервью для своего собеседника и тоже меня по-всякому показал, так как я не показывал. В смысле, он... Он отцелятина добавлял в мою прямую речь. Это удивительный факт. Это свинство абсолютно. Это очень странно. С тех пор я забыл просто его существование, никогда не вспоминал. Но сейчас разбилась девушка, 8 марта буквально на днях. Я читал. Эта свинья написала о ней статью, не зная о ней до этого дня, написала о ней статью в новую газету, за которую, повторяю еще раз, Дмитрий Львович получит пахаре. Прямо сразу, как только я его увижу. А шансы к этому, сами понимаете, они совершенно точно есть. Можно воспринимать это как заявление и бежать сразу в милицию. Потому что морду разобьют Дмитрий Львович. Халу и скотину. Поговори мне много о литературе. Мне хочется понять, мы отделяем продукт от творца. То есть, отношение к Быкову как человеку я понял. Отношение к нему как к поэту. Дмитрий Быков поэт, больше никто. Графоман, когда он пишет не поэзию, это сраный графоман. Яйца выедены. Он пишет абсолютно грамотно, кстати. Да, чего, любой корректор пишет за 200 долларов в месяц грамотно. Все-таки не такие тексты. Нет, это графоман совершенно пустой, никакой. Вы знаете, я пытался как-то читать Быкова, как прозаика. Прочитав несколько произведений, я поймал себя на том, что я не помню вообще ничего. Их объединяет то, что вот как начал, закончил читать, ровно в эту же минуту не помнишь, о чем это произведение. И все это написано одним и тем же языком, про одно и то же. И, в общем-то, вспомнить нечего. Я даже название не могу вспомнить. Как бы Агир его прорвало. Ты знаешь, мне захотелось за что-то защиту Быкова сказать. Это просто кальнуло меня прямо в самый бок, потому что это произошло на днях, натурально. То есть, произошло пару недель. Я понимаю. То, что этот засранец выкинул. Вот, как раз ему это точно не пройдет даром. Разобью морду. Вопрос действительно очень интересный. Личностные качества человека и творческая его составляющая. Ну, и если мы вспомним Пушкина, там тоже было своих довольно много. Про Лермонтова. Да, Пушкина и Лермонтова ни один из нас за столб с ними не сел. Ему много можно привести примеров из истории, когда человеку просто считали, что его сразу надо бить в соблатку. Моцарта хоронили, ни один человек не пришел. Да, это известно. Так вот, вопрос. Вот такой провокационный немного. А к себе ты как отношуешься? Вот ты как-то разделяешь в себе человеческую составляющую и творческую? Извини, Олег, я просто добавлю к вопросу, потому что все, конечно, говорили, что первое произведение, самое громкое, оно написано. Ну, собственно, и сам автор признавался, что это не просто, что это автобиографический. Это автобиография, безусловно. Поэтому здесь вот этот вопрос, он многослойный. Вот тут это, вы задали такой самый простой на самом деле вопрос, потому что, во-первых, «Долго Старбайтера» у меня было около сотни рассказов уже опубликованных. До этого я был вполне известный писатель. Это был роман из моей биографии. Во-вторых, когда мне было 20,5 лет, 20,5, у меня уже за плечами было 3 тюрьмы, 2 этапа, хреново туча, всяких этих взводов, 3 тюрьмы. Ну, первое, то есть, посадили здесь, поймали, когда арестовали. Матросская тишина, потом Пресня сразу после осуждения, потом этап. Это на пересылку? Да, на московскую пересылку, потом этап до Челябинской области. Я сел в Челябинском централе месяц. Потом меня довезли до зоны вторым этапом, всё такое прочее. То есть, за 2 года, мне дали двушечку, 18,5 лет, я прошёл уже этот весь путь, как бы хапану. То есть, поэтому... А при этом ведь тоже, что до этого тоже что-то было. Я бомжевал, там жил год на Казанском вокзале, например, в 9-м зале ожидания. До сих пор, да, я думаю, ветераны отделения имеются и 6-9, тогда, что при вокзале, но до сих пор меня отлично помнят. Мемориальная доска там будет, когда я тебя заверяю. Здесь жил, творил, натворил. Она, конечно, там будет, но мы с вами этого не увидим. Я всё-таки попробую настоять на своём вопросе. Насколько ты себе разделяешь... Ты хочешь спросить, меня не вёл ли я когда-нибудь себя как гондон? Вёл, конечно. И не раз. Ну да, это нормально абсолютно. Я же писатель, я же не менеджер, я не торговец сосочками от храпа, я вообще не мысляю тебе всеми категориями. Сцеплина какая-то. Как раз позиционирован как менеджер. Как человек, который запускает сейчас сайт русской литературы в качестве не менеджера. Мне просто повезло. Понимаешь, вот смотри, возвращаясь к тому, что ты сказал, когда-то у меня было сценарное бюро. Оно несколько лет посуществовало, и оно было очень успешным до 2014 года, пока не развалился сам бизнес. Так вот, я, конечно, на радостях, когда это всё запустилось, начало приносить нормальные и серьёзные деньги, я на радостях стал всех собирать, своих ребят. И вот, давайте, парни, я вас привлекаю, пишем сценарии вместе, все вместе зарабатываем. Так вот, оказалось тогда, что писатели, любые вообще хорошие, плохие, делятся строго на две категории в этом разрезе. То есть, у которых есть чувства киндроматургии, которые могут писать сценарии. И вот вторая часть, которой нет совсем. Не могут никак. Ну, типа Пришлина. Хоть убейся. Не знаю, я с Пришлиным не был знаком, он умер. Ну, в прошлом. Причем у него был шанс с нами. Ну, ладно, ладно. Так вот, это как раз к литературному менеджменту. Литературному менеджменту, наверное, нет ничего сложнее вообще. Потому что, среди писателей и поэты, известно, что люди крайне ярко выраженные, каждый, безусловно, уникален, каждый, безусловно, с эго. И это эго, пожалуй, в 100% случаев оправдано. То есть, это люди исключительные. И вот, чтобы их собрать, с ними разбираться, делать себе какие-то вещи, и как-то их организовать, и тем более ими управлять, это нужно быть кем-то. Так вот, которому это дано. Иди поищи сейчас литературного менеджмента такого уровня, как, допустим, я. Я 20 лет этим занимаюсь. И эти парни мне верят, они со мной уже хрен знают, по сколько лет, как куда я. Они готовы идти за мной куда угодно, потому что они знают про меня все. То есть, ты чувствуешь себя как призвание педагога? Да никогда в жизни. У меня даже мессианских поток никогда в жизни не было. Как вы, что, педагог? И это просто так вышло. Я сам не ожидал, на самом деле. Никто об этом даже не думал. Просто сейчас недавно у меня есть один товарищ, главный редактор одного журнала, который все знают. Он такой трендовый журнал. И вот когда я ему рассказал о том, что я перезапускаю этот проект, причем на свои деньги абсолютно. То есть, он говорит, а в чем бизнес? Я говорю, не в чем, это мои деньги. Я буду тратить их всю жизнь, до конца жизни. Он вытращивал глаза, говорит, а тебе зачем? Я говорю, послушай, ты главред трендового журнала. А теперь, пожалуйста, ответь мне на вопрос. У этого поколения, для которого ты делаешь журнал, есть хотя бы один какой-нибудь культовый для них? Один, не десять, один писатель или поэт, который для них действительно является чем-то значимым? Он вытращивал глаза, открыл рот, стоприл. Я говорю, теперь понял, зачем мне это? Ну что, мне кажется, очень важно поговорить тогда про проект и для кого. Да, вот сначала для кого, первый вопрос, это что за поколение, у которого нет... У русской литературы нет никаких поколений. Ого! А что, есть что ли? Вы сейчас удивились и вздрогнули. Почему? Многие литературы... Хорошо, хорошо, послушай, послушай. Нет, нет, я просто... Это не в качестве полемики. Не в качестве поколений, нет. Хорошо. Здесь нет пространства для полемики, это действительно так. Мы сейчас читаем того же Толстого и читаем, допустим, Пелевина. Это для нас с вами когда-то Пелевин был, ух, каким прорывом. А сейчас Пелевин, между прочим, первая книга вышла, году в 95-м, что ли, если вы помните, это уже чёртово, третий десяток лет пошло. То есть, это уже русский классик, как ни крути. И он того вполне достойный. Ну, так вот, какая разница, мы про поколение говорим. Пелевин вне поколений, Толстой вне поколений. Русская литература вне поколений. Хорошо, а Улицкая? Улицкая это тоже литература, это тоже сегмент, безусловно. А к проекту? Это не поколенческая литература. Итак, этот проект, он для какого читателя? Вот так я бы спросил. А, кстати, я прошу прощения, сейчас чуть не до ответа. Вот Стругацкие, например, известные в вашей молодости и юности, сейчас ровное место. И значит, ничего. Потому что это были сегментарные чуваки, которые писали именно для своего поколения. То есть, они были конъюнктурщики? Эдакие, это мягко выражаясь, это такие эдакие шестидесятники, но совсем уж конъюнктурные. Поэтому сейчас их никто читать не будет. А Пелевина и Толстого будут читать. Это вне времени. Ну, это мы опять же отвлеклись. Что ты хотел сказать, Олег? Я по-прежнему со своим вопросом на первом месте со старым анекдотом. Для кого этот сайт «Русская литература»? Сначала для кого? Вот кто там будет этому уже… Для всех. Смотри, я сейчас объясню, чем я веду. У нас там есть одна девушка, которая как-то в одной из здравицей или промо-годовщину написала в комментариях следующий приблизительный текст. Типа, товарищи, вот я в 2007-м еще году сидела у себя в Отрадном и продавала по телефону зубные протезы в Парелах. Понимаешь, да? Потом я пришла на Литпром. Речь идет о Лиде Раевской, она же баба Стивера, которая известна абсолютно всем. Она писатель-сценариста. Все на свете, которая начала у нас на Литпроме, приедая к нам на Литпром. Я помню, она даже как-то люлет меня получила у каких-то серьезных, когда пришла. То есть, путь был тернист ее к успеху, но она сейчас писатель-сценарист. Она выступает с концертами и все такое. А в 2007-м году до Литпрома она впарила зубные протезы по телефону натурально. И таких людей, ну, если ты Литпром сделан для того, чтобы русские поэты и писатели становились поэтами и писателями, чтобы они понимали. Им там помогут. Их там издадут. Потому что издательство это уже открывают до кучи. То есть, там все полный цикл. И повторяю, это не будет бизнесом. Мне неинтересно. Подожди, но если какая-то система или структура не работает как бизнес, условно, она не обязательно может приносить именно деньги. Она может приносить какой-то косвенный доход. Заказы там, я не знаю. Какие заказы, на что? Ну, на сценарий. Нет, этот проект исключительно меценатский и вот такой вот направленность, да благотворительный. Если, ну, нет, я не правильно сказал, благотворительный. Это проект, который никогда не будет ориентирован на получение, извлечение прибыли. Нет, понятно. Нам это не интересно. Нам провязать, назовем его так. Ну, он 20 лет стоит на месте, никто ни копейки на нем никогда не заработал. О чем ты говоришь? Понятно, да, и то есть ситуация такая, эти авторы, если они вдруг, ну, что называется, разовьются на сайте русской литературы и станут известными, они не заплатят никаких комиссионных сайтов русской литературы. Нет, конечно, нам не надо. То есть, смотри, какая история. Минуточку, вот я здесь зацеплюсь. Нам это кому? Потому что до этого это воспринималось как сольный проект Эдуарда Байгинова. Проект Эдуарда Байгинова воспринимается только потому, что Эдуард Байгинова единственная из медийных, единственная медийная фигура из нашей всей старой крепкой команды. Понятно. Вот и все, это наша команда. Нам это наша команда. Все, кто знает, те знают. Одни и те же именно, их даже перечислять не за чем. Понятно. Так вот, смотрите, какое дело. У нас уже на сайте, сейчас он перезапускается буквально днями, там есть под каждым автором есть форма, где, например, можно денег ему заслать. То есть, минуя вообще все любые эти, без редакции, без ничего. Прочитал, понравился тебе автор, хочешь ему заслать денег? Раз, пожалуйста, заслал. Это раз. Это самый минимум. Потом, по издательству. Издательство у нас не для того, чтобы деньги зарабатывать. Издатели, как известно, я как писатель для писателей сделал этот сайт. Я отлично знаю все эти подводные камни. Я отлично знаю, кто такие издатели. Алчный. Пип, пип. Дальше идет. Которые насилуют. Суслово педерасты. Педерасты. Можно педерасты. Вот только издатели, алчные педерасты. Недевственные, можешь еще слово добавить. Пидоры в плохом смысле слова. Тихо, тихо. Ну, хорошо. Смышл понятен. Что они делают с начинающими авторами, как они их закабаляют и вообще как издеваются всячески. Любой пишущий человек знает прекрасно. Я как один из лучших авторов ЭСТ, один из самых востребованных, один из самых дорогих, отлично знаю, о чем говорю. Ну, так вот. Их время подходит к концу. Мы перепашем правила игры на этом рынке. Потому, что теперь деньги будет получать автор, а не этот гондон сидящих здесь в воспалении. Я как автор ЭСТ стал сцикливать. Я перестану издаваться. Если Багиров меня не будет издаваться. Я тебя бесплатно и издал. Юра Дейкова уже там не работает, поэтому можно. И Кремский тоже вынужден иммиграть. Если принужденный к миру. Если коротко, идея понятна. Вот и все. Платить за это буду я. Мне ничего не надо. То есть, за поддержание сайта. Конечно. Не поддержание сайта, а поддержание поэтов. Писатели русских. Ты понимаешь, за эти 20 лет я понял, что в стране один остался человек. Это я. Которому не безразлично. Потому, что когда у человека появляются деньги или влияние, у него, как правило, меняются и предпочтения, и вкусы, и дальнейшие какие-то планы на жизнь. Вот со мной такого не случилось. Я что 20 лет назад жил лет в Прорубом с утра до ночи? Что сейчас я думаю только об этом? У меня другого способа там реализации. Ну, кроме, естественно, своего личного качества. Я не вижу. А в Минкульте есть единомышленники? Я не являюсь единомышленником нынешнего министра культова. Так вот вышло. Да мне на хера, зачем иметь единомышленники? Не знаю. Я без них прекрасно 20 лет обходился. Буду я вот еще. Мне никогда нельзя будет позвонить. Я не серебряников. Я не попаду в эту жопу и не буду оправдываться, что там кто-то у меня украл миллион рублей. Никогда в жизни. Я ни копейки не возьму. Мне не надо. Если ты не пьешь с ворами, то можешь не опасаться за свой тушилек. Я отлично. У меня пятый десяток, я уже что-то понимаю. Я в политике хрен знает сколько лет там вокруг живу. То есть, я правильно понимаю, что оценка ситуации вокруг Гуголь-центра в твоем понимании не носит политического какого-то... Жень, мне насрать на Гуголь-центр. Мне насрать на Серебряникова, насрать на его проблемы. Я только вижу, что чувак, который имел отношение к бюджетным деньгам, в какой-то момент его схватили за жопу, и это оказалось самым слабым его местом. При этом мы говорим не о хрене собачьем, а о парне, который является международным признанным русским режиссером. Не рукопожатно выступил сейчас. Кто? Я-то? Мне насрать на их на всех. Ну, реально. Я вообще, я глаза не видел никого. Я не увижу, я надеюсь. Очень надеюсь. Поэтому я отвлеченный. Мы говорим о бюджетных каких-то этих. Мне нельзя позвонить из Минкульта и сказать, сними, пожалуйста, этот текст. И никогда будет нельзя. Вот и все. Я ни копейки девать буду под какие-то любые обязательства. Никогда в жизни. Ну, сейчас эти светлолихие говорят, что, в принципе, наступает пора жесточайшей цензуры, которая будет круче, чем при Сталине. А ты что имеешь в виду? Я не знаю, что. Говорят, что 1937 год пришёл. Говорят, во-первых, давно, но… Откуда? Из воронков, нибудь, кричат? Из диванов пишут по утрам. Нет, тем не менее. Есть такая тенденция. Скажем так, есть звоночки. Слова «суверенный интернет» всё чаще повторяются в сети. Всё больше полномочий даётся Роскомнадзору, который может перекрывать краники. Ни хера он не может Роскомнадзору. Да, пока не может. Там сидят скобари, которые, блин, вон, помнишь, в прошлый угол на Телеграме какие-то долетели. Это было. Ржали всем по этому. Но обращаю на это внимание на то, что всё больше и больше депутаты Государственной Думы обсуждают этот вопрос, и всё больше полномочий даётся. И, в первую очередь, этот закон, извини, за закон об запрете оскорбления власти, который трактовать можно вообще там как угодно. На усмотрение прокуратуры. Ну, это гиперболы тоже. Я же слежу с процессами в повестке, как ни крути. Я понял, что ты хотел узнать, и вот я сейчас объяснил. Смотрите, какое дело. Я один из самых, в своём, там, 10 лет назад активных интернет-пользователей со своей позицией налетал столько на вот эту вот анонимную, так сказать, критику, да? То есть, иногда заходишь, набираешь свою фамилию. О, да. И выпадаешь в тяжёлый, лютый депресс. Ну, скажи, депресс. Чтобы в рифму был. Впадаешь в полную пространство, и вообще какой-то хрен где-то, чёрт ты где написал такое про тебя. У нас всерьёз, серьёзные тяпки ещё фотографии привесят. Например, мне, например, писали, что я сидел за изнасилование малолетних, сотрудничал с лагерной администрацией, являюсь каким-то единороссом, там, правительственные награды какие-то имею. Короче, на полном серьёзе это всё писалось. А это дичь какая-то дикая совершенно. Сначала мне было смешно, а потом уже, когда мне начали там дозвонить всякие серьёзные люди, говорят, а что там написано, я говорю, блин, это не про меня, это какое-то будило высосало из пальца, в общем случае. Ну, вот есть точка совпадения с тем же Дмитрием Львовичем Быковым, который выступает против анонимности в интернете. Я с ним в этом случае согласен абсолютно полностью, потому что анонимность предполагает какую-то махновщину и безнаказанность. Спецслужбы всё равно найдут, из кого надо. Спецслужбы, бог с ним, сейчас мы не об этом. Мы сейчас говорим о разных вещах совершенно, о разных планетах. То есть, тогда, когда мы начинали в интернете, интернет это была закрытая зона, где была супер-супер-супер маленькая тусовка, которую все там… Этюсь, ЖЖшное ещё. Типа того, ещё до ЖЖшное время, то я имею в виду. И ПРО вообще открылся во втором году, ещё ЖЖ тогда не было в том расцвете, что было. Так вот, раньше это была махновщина, и это была такая весёлая махновщина. Сейчас интернет – это самые обычные общественные пространства, вроде Красной площади. Теперь там нельзя просто так взять и насрать. Теперь за это выебут. Вот это уже ненормативное место. Я прошу прощения, товарищ майор, мы больше не будем. Зачеркиваю, меня им натрахнут. Так, прошу. Теперь за это трахнут. Вот анонимность исключить в интернете, да, это здоровый, как бы, здравый и адекватный абсолютно шаг. Потому что человек неанонимный, он 10 раз подумает. Ну, а правильно ли то, что у нас на федеральных каналах нету многих из тех людей, которые рассматриваются... Такого Навального, что ли, имеешь в виду? Ну, это классический пример, который меня мои курсанты, студенты говорят. А вот почему Навального нет на вашем телеке? Я не знаю, кого вообще волнует этот телек сейчас, в 2019 году. Но лично на мой взгляд, если бы я его даже спотрел, то Навальный, в принципе, нормальный шоумен, нормально бы отжигал он там, я не знаю, что он там. Кричать «Путин вор» – это, да, низкий уровень, но Лёша, по-моему, уже прошёл этот уровень. Умеет лучше. Кстати, вот мы про деньги говорили, про дотации. Мы с вами про знакомый с 2006 года, я знаю, прошив. Почему больше всего собирают денег из журналистской страты, если мы рассматриваем, это вот Аркадий Бабченко, Айдер Мужзабаев, то есть люди, которые строят на антипутинской риторике, они там вот эти гривны собирают, ну, достаточно много. То есть стоит вот прокричать там «Путин вор», и сразу его утащили сразу в руководство этого антипутинской ритории. Айдер Мужзабаев. Айдер Мужзабаев. Ну, там, да, непросто. Но, тем не менее, про популярных блогеров, которые делают деньги на критики власти. Ну, пожалуйста, а чего нет-то? Ничего нет. Ну, Шарий у нас сидит, он тоже критикует, только украинскую власть, он тоже этим живет, прекрасно зарабатывает, мне кажется. Талант должен быть оплачен, тем более публицистический талант, а тем более какой-то журналистский талант. Почему нет? Ну, именно вот такая-то оправданность. У меня личного оценочного мнения по поводу Бабченко нету. Он, конечно, шлизик, он, конечно, долбанутый, он яркий, юродивый, он трясёт. Вот как бывали, со средних веков, по-моему, выходит какой-то у Василия Блаженова трясёт своей мошной и перхотью какой-то мудил, ему туда денег в кубышку скидывают. Вот так много, как Бабченко, мне кажется, скидывали. Ну, Бабченко у него голая жопа, ну, нет, вообще ни хрена у Бабченко, он едут на всякий раз зарабатывает. Скажи, пожалуйста... Я ему как-то один раз заслал один рубль, кстати. А, честивали, конечно. Я думаю, что все ему так и засылают. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда-нибудь... Выбирал жанр провокации как способ заработать? Нет, никогда ни одного раза не приходилось. Жанр провокации... Ну, я так под словом под этим словом. Я выбирал часто и спокойно, я же писатель, я вообще могу чего угодно, любой жанр. Это просто моя профессия, я могу чего угодно сделать с русским языком и с письменным русским языком. Я могу тебя, например, создать с полного нуля, и ты будешь как живой. Спасибо, пока не надо. Я умею с письменным русским приблизительно всё. И, конечно, я периодически кидал там всякие провокации всякого разного рода. Получал за это даже призы и на контркультурных сайтах как-то давно. Но в качестве заработка нет никогда. Незачем. Я вот хотел всё-таки продолжить тему с ограничениями. Тут же ненормативную лексику, которую я, как носитель, я иногда употребляю. Уже, смотри, если у меня на сайте, у меня будет ненормативная лексика. Это ответ на первую часть вопроса. А почему у нас из кино убирают русский язык? А в кино у нас когда было? Мы когда росли в наших фильмах на тех, что выросли, где там была ненормативная лексика? В начале 90-х, по-моему, это очень много. И даже метро использовали, и как-то, в общем, от этого в обморок никто не падал. И здравствуйте, не обрушилась в державном масштабе. Я считаю, что нет. Потому что, когда мы росли, если бы ты взял кинематограф как релевантный вполне пример, то есть, не в нашей литературе, на которой мы росли, не в нашем кино, на котором мы с тобой росли, не было ни слова матом. Хуже они от этого не стали. Ну, а в андеграундной музыке, которую мы слушали, там у того же Гребенчукова бывали очень красивые поэтические обороты. Гребенчукова в прайм-тайм после программы «Времени» показывали. Это было нормально, он играл на культуру. Она, конечно, тогда была в не лучшем положении, но со временем… А, кстати, как оценка нашей… Уцепился просто… Да, вообще, как это рок-страти ветеранов, БГ, Шевчукум, Андрей Вадимович Макаревич. БГ серьезнее, чем парень. БГ очень серьезный парень, безусловно. Макаревич, ну, как и был там, я не знаю, группа «На-на», это одно и то же. Обидно сейчас уже за многим. Я тоже, кстати. Я скажу, я литературный редактор с 20-летним стажем. Я в первую очередь рассмотрю это как русский язык. А если мы говорим, я готов даже поговорить о современных каких-то вещах, которые я тоже знаю, потому что… Ну, вот потому что. Вот Оксимирон, например, это вообще бог русского языка. То есть, парень – это русский поэт огромного, массивного, колоссального таланта. То есть, он мало того, что в Оксфордах всяких там учился, это просто один из эпизодов биографии. Человек чудовищно начит, он невероятной одаренности русский поэт. И вот таких сейчас тоже их очень много. Просто вопрос в том, что некому систематизировать и показывать как-то централизованно. С Оксимироном в администрацию президента, условно говоря, не пойдешь. Там вот так с отдельно как-то. Ну, некому идти. А я пойду. Я пойду везде с ними, со всеми. Я вычешу все таланты из России. И поэтому писатель. Скажи, пожалуйста, у меня к тебе такой еще вопрос. А ведь у нас есть союз писателей в стране? Я извиняюсь, конечно. Я-то не писатель. Но вам должно быть что-нибудь подослышке известно. Ты задал очень. Да, это очень хороший вопрос. Потому, что, конечно, есть. Я, ладно, как обычно, я буду лупидарен, без всех эгивоков этих всех. Там сидят, доживают вот эти все хрычи советские, которые еще с дачами там всяких этих вот как они переделки, переделки, вот они там в памперсы пока дохаживают, вот скоро они повымрут, и о них вообще все забудут. Ни один из моих знакомых писателей никогда не подходил к союзу писателей до километра, потому что нам нахер не надо. У нас есть свой союз писателей, вот 20 лет это будет в ром, сейчас это будет русская литература. Все писатели будут там. Дачи сейчас никто не раздает, если там есть другие способы заработка и поддержки. Конечно, литература и поэзия всегда так или иначе будут дотационными, то вот в этом виде что? Везде в глобальном масштабе или у нас? Ну, глобально, конечно же. То есть, ну, сейчас в России заработать именно на том, что ты написал книжку и издал ее там каким-то тиражом, это довольно сложно. Дарья Аркадьевна, это бизнес-проект, это не писатель. Она еще, она декларировала 25 романов в год, еще несколько лет назад. 25 романов в год не может читать. Это негры пишут? Конечно, негры, это 100%. Это бизнес-проект, это имя. Ну, как-то все выображают. Даже вот эти книжки, которые она писала, она официально декларировала 25 романов в год. Ну да, понятно, это у тебя одновременно 4 романа в разных стадиях. Дарья Аркадьевна прекрасная женщина, прекрасный бизнес-проект, но к литературе это не имеет никакого совершенно отношения. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вопрос такой, на чем же пишущий человек в России может заработать? Пишущий прозу? Сейчас возвращаясь к тому, что я начал говорить, но мы ушли в сторону. То есть, если сейчас он пойдет к издателю, он не заработает ничего ровно, ни копейки. Им в лучшем случае жопу вытрут. Слово жопа можно говорить в эфире? А вытрут? Сейчас у нас на этом сайте, повторяю, первое, что после прочтения текста, тот зашел, ты, допустим, ко мне на сайт русской литературы, прочел текст какой-то, тебе он понравился, прям, а если зацепил, у тебя прям сразу форма, дать денег, занести денег автору. Ты берешь и делаешь это на эмоциях, это честно, ты получил эмоцию, в этот же ровный момент ты отблагодарил за ее, если у тебя есть такая возможность. Ну да, как кинул денег музыкантам. Вроде того, сейчас до вот этого. Там мы переделаем правила, мы перепишем правила. Там будет дотация краудфандинга на эту сайт? Так это и есть. То есть, это не в чистом виде краудфандинг, потому что краудфандинг подозревает какие-то ништяки для человеку, который дотацию делает. Ты краудфандинг для моего сайта не нужен, я сам краудфандинг. Я буду этим заниматься, денег у меня дофига. Я хочу все-таки уточнить свой вопрос. Хватит уж на сайт уж точно. По поводу того, как писателю в России заработать денег. Вот у тебя что-то удалось, я так понимаю. Ну, я пропил все заработанное на литературу еще в 2008 году. Так, и с тех пор? С тех пор я, по-моему, ни копейки заработал на литературе. Ах, вот оно что. Нет, ни копейки. Мне много заплатили. Да, я дорогой автор. Но, тем не менее, я пропил все уже давным-давно. Нет, это очень сложно сейчас. Это либо вот, как я и говорю, технологии вот это вот новое. То есть, это все-таки хобби для самоутверждения? Нет, нет, нет. Русская литература никогда не будет к нему странным хобби. То есть, с одной стороны, да, потому что моя жесткая позиция всегда была сначала талант, потом деньги. Такая последовательность. То есть, они наоборот. И при этом в хобби, ну, как хобби, если ты писатель, это не хобби. Если ты поэт, извини, чувак, это не хобби. Ты никуда не денешься. Ну, как бы, да, это неизбежность. Вот и все. А я просто сделаю так и уже начинаю делать, что на этом можно будет еще и заработать на жизнь. Пока это не так. Я хочу изменить, я хочу переломить эту ситуацию. У меня есть возможности, у меня есть связи, у меня есть административные ресурсы, у меня есть хрен знает что, включая даже деньги. То есть, я это сделаю абсолютно точно. Я не прошу это. Немножко от наших баранов глобальным проблемам. Я хотел бы услышать от Багирова оценку следующего тренда, который образовался в Нобелевском комитете. То есть, вот у нас Алексеевич и Боб Дилан. Вот как-то, мне хотелось бы комментарий какой-то. Боб Дилан сам отлично проконсультировал, по-моему. Ну, серьезно, как мы говорим, это профанация или нет? Или это смена каких-то... Нобелевский вариант по литературе, это даже не профанация, это дырка от публика. Это не стоит нашей минуты обсуждения. Конечно, это политизированная абсолютно история, которая к литературе не имеет никакого отношения. Я Алексеевич читал еще в 89-м году, когда бы все ее, по-моему, начинали пробовать читать. Это ужасное, страшное говно, его читать нельзя. Это унылая срань, которую вот, ну, я не знаю. Это должна быть последняя книга на свете, чтобы ее можно было просто взять и читать. Ну, больше все понимали, мы считали все, нас не обманешь, но читали это сами. Ну, и какой нахер? Нобелевский лауреат Алексеевич. Ну, чего тут, просто достаточно прочитать, чтобы все понять. Херняет все сраное. У нас свои премии будут. Да, слушай, вот я сижу и, знаешь, немножко черчу, я все записываю в столбик людей, которых ты публично оскорбил. Да, не хватит бумаги, чтобы чернил в принтере нет. Ты заметь, Олег, ты меня знаешь, вторые десятки лет. Я хоть раз за это время зарекомендовал себя неадекватным человеком. Да нет, ты знаешь, как всегда, критерии нормы, ты сам понимаешь. А скажи, пожалуйста, тут осталась буквально одна минута. Ты хочешь себе еще хоть оскорбить? Нет, пожалуйста. Вопрос, сколько человек вы сможете оскорбить за одну минуту? Хочешь поделать? Я себе имел дикцию Тины Канделаки, я человек 400. Скорбил, у меня такой нет. На Титине не досталось так плохо. Я ее обожаю. Скажи, пожалуйста, из-за твоих заявлений, у тебя были конфликты с людьми? Даже дрались. Даже дрались, да? Да, и не раз, и не два. То есть, для себя это норм, как говорит молодое поколение. Ну, вот мы опять сейчас вернулись. Чуть-чуть тонкий лед. Там сейчас, например, чтобы мне с кем-то подраться, причина нужна. А раньше не надо было? Раньше я ее мог сам создать. То есть, получить по морде или дать кому-то по морде, это нормальное развитие. Понимаешь, есть нормальная эволюция человеческая, особенно мужская. И я, кстати, до сих пор, несмотря ни на какой возраст, и все остальное, абсолютно свято верую и знаю доподлинно, что среди мужчин абсолютно точно существуют конфликты такого рода разрешений, которых возможно только одним способом. Отличная тема для нашей следующей встречи, надеюсь, что в этом же составе. В эфире была программа «Мимо нот», и Олег Дружбинский, я и Евгений Додельф допрашивали Эдуарда Багирова. Мне понравилось. Спасибо. Наспрашивали. Наспрашивали. Спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо.